Здравствуйте! С Вами снова Фантом. Серия заметки о магнитостатике. В этом ролике мы внимательно рассмотрим особенности магнита под названием Сибирский Коля. Однако в начале позвольте небольшое пожелание. При просмотре данного ролика рекомендую выбрать режим максимального разрешения в проигрывателе YouTube и развернуть изображение на полный экран. Дело в том, что важная часть того, что сегодня будет показано, содержится именно в мелких деталях изображений. Начнем. Создавая свою систему сканирования статических магнитных полей, я рассчитывал получить удобные средства визуализации значения напряженности, необходимые для проектирования магнитного двигателя. Однако начав работать со сканером, а особенно после того, как научился визуализировать изолинии напряженности магнитного поля, неожиданно стало понятно, что открыто совершенно новое направление в измерении. В результате исследование магнитных полей различных объектов и дальнейшее развитие технологии сканирования стало основным в хобби в прошлом году. Чтобы пояснить причину, я должен кое-что вам продемонстрировать. Как говорилось еще в первом ролике серии, могут быть показаны некие экспериментальные данные, которые не были доступны ни в каких других источниках. Настало время познакомить вас с частью таких данных. Сделаем скан некоего магнита. В данном случае не столь важен тип магнита, с которого снят демонстрируемый скан. Важны детали. И если мы теперь построим изолинию напряженности магнитного поля с небольшим разрешением, то получим практически классическое изображение так называемых магнитных силовых линий из учебника. За исключением, правда, того, что замыкаются они на экваторе, а не на полюсах. Но мы сейчас не об этом. Теперь начнем постепенно увеличивать разрешающую способность построения изолинии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы увидим, что картина сначала медленно, а по мере увеличения разрешающей способности все быстрее и быстрее начинает усложняться. Особенно сильно меняется центральная ее часть. Начинают проявляться некие интересные фракталоподобные структуры. При максимально возможном на данный момент разрешении получается некая мешанина. То есть есть, конечно, интересные моменты, но в целом все как-то смазано и непонятно. И это, конечно же, не то, зачем я вам все это демонстрирую. Оказалось, что с помощью достаточно сложной программной обработки результатов измерений стало возможно извлечь из этой мешанины за линией напряженности магнитного поля весьма интересную информацию. На создание данного программного алгоритма потребовалось несколько месяцев напряженной работы. То, что я хочу сегодня показать, это проявленные в результате обработки данных сложные регулярные структуры, в которые складываются флуктуации плотности из-за линии напряженности магнитного поля. Ничего подобного мне не удалось найти ни в одном из изученных источников. Впрочем, это вполне объяснимо. В процессе демонстрации я прошу вас обратить внимание на масштаб изображения. Уверен, что это вам многое объяснит. Однако, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Судите обо всем сами. Давайте обработаем полученные данные сканирования с помощью алгоритмов. А теперь приблизим получившуюся картину для лучшего рассмотрения. Обратите внимание на масштаб изображения, указанный в левом нижнем углу. От себя скажу, путешествовать в этом мире можно весьма и весьма долго. В результате проведенных исследований обнаружено и классифицировано несколько различных типов таких регулярных структур. В настоящее время ведется дальнейшее всестороннее изучение. По результатам подготовлены научные публикации. Пока что могу сказать, что обнаруженные структуры, возможно, смогут открыть перед нами подход к ответу на вопрос, что такое есть магнитное поле. Вот такой получился несколько неожиданный результат в создании, в общем-то, банального сканера магнитных полей. Так что, уважаемые зрители, настоящие исследования только начинаются. И, судя по всему, впереди много-много интересного. Однако, давайте вернемся к несколько более простым вещам, хотя это как посмотреть. Некоторое время назад я обещал зрителям показать структуру поля, так называемого магнитосибирский коля. Напомню, что это кольцевой магнит, разрезанный на две половины и соединенный с переворотом одной из половин. Однако, для понимания отличия такой конструкции от обычного кольцевого ферритового магнита, давайте сначала посмотрим на неразрезанный исход магнита. Сделаем скан плоскости параллельной полюсной поверхности магнита. Посмотрим, как выглядит распределение напряженности магнитного поля. Наложим картину изолинии. Посмотрим карту изолинии отдельно. Наложим схематическое изображение магнита. Теперь давайте посмотрим, как напряженность магнитного поля меняется по мере удаления от поверхности магнита. Снова посмотрим на распределение напряженности магнитного поля. Добавим карту изолинии. Покажем карту изолинии отдельно. А теперь давайте сделаем срезы в ключевых планах и построим по ним обычный двумерный график. Линия среза, по которой строится график, обозначена серой прямой линией на цветном скарте. А теперь давайте разрежем наш магнит на две половинки. Возьмем одну из них и сделаем скарте над поверхностью разрезанного торца. Посмотрим, как распределяется напряженность. Наложим изолинии. Посмотрим на изолинии отдельно. Ну и финально наложим на изображение схематическое изображение магнита. Думаю, полученной информации будет достаточно для сравнения. Так сделаем магнит сибирской коле. Снимем скан в плоскости параллельной полюсной поверхности магнита. И посмотрим, как выглядит распределение напряженности магнитного поля. Наложим карту изолинии. Посмотрим на карту изолинии отдельно. Наложим на карту схематическое изображение магнита. А вот магнит такой же конструкции, только не один. Но вернемся к нашему фирретовому магниту. Теперь давайте посмотрим, как напряженность магнитного поля меняется по мере удаления от поверхности магнита. Снова посмотрим на распределение напряженности магнитного поля. Добавим карту изолинии. Посмотрим карту изолинии отдельно. Как прежде, сделаем срезы в ключевых планах и построим по ним обычные двумерные графики. Напомним, что линия срез, по которой строится график, обозначена серой прямой линией на цветном скане. В заключении покажем на одном экране ключевые данные обоих магнитов. Скан в плоскости магнита. Изображение изолинии. Картины изолинии по мере удаления от поверхности магнита. Вот, пожалуй, и все, чем сканер смог помочь нам в понимании отличий магнита сибирский коля от обычного кольцевого магнита. Давайте на этом завершим сегодняшнее видео. Увидимся в следующем ролике. Благодарю вас за внимание. С вами был Фантом.